Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке коммерческого банка «Хлынов». Он надёжный. На него можно положиться. Доверяю ему, как проверенному деловому партнёру. Он помог мне встать на ноги. С ним я сделала свой бизнес успешным. Банк «Хлынов». Банк «Хлынов». Мой надёжный бизнес-партнёр. Подробности в офисах банка на сайте банк. Коммерческий банк «Хлынов». Акционерное общество. Лицензия ВРФ номер 254. 11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». Сегодня среда и рубрика «Разворот на бизнес». Приветствует вас Олег Прохоренко и Светлана Занюкова в студии. Здравствуйте. Надо сказать сразу, что разворот на бизнес у нас сегодня на 1 час. На 1 с 11 до 11.45. С 12 часов будет другая тема. И моим соведущим будет уже Владимир Сметанин. Олег со мной на час. Но я уже этому рада. Олег на час. Уже этому очень рада. Давай тогда сразу, Олег, обозначим нашу сегодняшнюю тему. Тема очень, на мой взгляд, любопытная, интересная. Я хочу, чтобы слушатели тоже оценили. Что такое банк современный? Это финансовая организация. Ну, то есть, в чем ценность банков? В финансах или в людях? Вот так вот мы обозначили эту тему. Особенно в сегодняшних условиях. Банковский капитал, финансы это или люди? И поэтому пригласили в гости Илью Прозорова, председателя управления Банка Хлынов, и Ирину Власову, начальника управления по организационному развитию Банка Хлынов. Добрый день. Добрый день, Светлана. Здравствуйте, дорогие гости. Надо сказать, что опроса к этой теме у нас нет. Это я слушателям говорю. У нас он будет приурочен ко второму часу. Тем не менее, мы принимаем ваши некие реплики и вопросы через нашего редактора. Я их буду видеть у себя на экране. Мы будем говорить, напоминаю, предметно. Я вас прошу, пожалуйста, не задавайте вопрос нашим экспертам, какой завтра будет курс валюты или цена на нефть. Мы говорим конкретно о банке, о его устройстве, о показателях его надежности. Для вас, как для потребителя, наверное, будет важным узнать, на что стоит ориентироваться, когда ты оцениваешь банк. Вот когда приходишь или когда его выбираешь. Мы об этом сегодня будем говорить. Ну, начнем с того, что... Поздравление. С днем рождения. С днем рождения. Надо не забывать поздравлять с днем рождения до хороших друзей и партнеров. Такой солидный возраст. 26 лет 6 марта исполнилась банку хлынов. Поэтому, собственно, мы решили пригласить и такую тему интересную задать. Весна — это время как раз такого развития. Конечно, снег нас сегодня побаловал тоже, и ледяной дождь. Но я думаю, что это ненадолго. Солнышко выглянет. И просто поздравляем еще раз. С каким багажом встречаете эту дату? Можете ли поделиться, что день сегодняшний вам преподносит? Вы знаете, я подумала, пока Олег говорил сейчас свою реплику. 26 лет. Это 90-й год. Отмерьте эти десятилетия плюс 6 лет еще, что было в 90-м, и что сейчас. Багаж за 26 лет действительно разнообразен. Что из себя вы представляете сейчас? Спасибо, коллеги, за поздравления. Очень приятно. И в моем лице от имени всего коллектива выражаю благодарность радиостанции «Хамосква» за то, что нас приглашают. И иногда спрашивают нашего мнения по ряду вопросов. Хотел бы привести интересный пример. Мы 25 лет отмечали. И вот тот год, который 25-летний, юбилейный наш год, он был годом воспоминаний. Была написана книга к юбилею Николая Васильевича Попова, первого руководителя Банка Хлынов и основателя Банка Хлынов. Было много проектов, социальных проектов, которые мы поддерживали. И первый вопрос, который мы не могли не задать Николаю Васильевичу. Николай, с чего это все начиналось в 90-е годы? Как вообще вот это ощущение, когда ты организовал банк? Это было дело, как говорит Николай Васильевич, несколько авантюрное. Представьте, коллеги, пример из жизни. Еду, говорит, в троллейбусе, а в чемодане лицензия. Номер 254. И даже вот новую лицензию мы сейчас получили. У нас поменялась организационная правооформа по законодательным требованиям. Мы сохранили номер 254. Банкир, который едет в троллейбусе. А в чемодане лицензии. Вот как открывались банки в 90-е годы. На самом деле банк начинался со стола, стула, один компьютер, одна печатная машинка, односчетно-сортировальная машинка. Ну и офис располагался в Воровского 115. Мы долго думали, что делать с этим офисом. Он такой традиционно несколько неформатный. Вот в свете текущего нашего отношения к качеству услуги потребителю. Мы его сохранили, модернизировали. Сейчас представляет собой соответствующий стандартам открытый офис. И ведь клиенты там, те, которые с нами начинали, они не перешли в другой офис. Они так и продолжают обслуживаться по сей день. Новоросского 115. В 2004 году мы отстроили новое здание. И здесь уже почет пошел с такого оригинального банка на крупно-региональный банк. Я бы хотел отметить, что все эти годы банк был предан региону. До 2014 года мы не пытались выходить за границы Кировской области. Ну вот стартом было наше такое филиальное присутствие в соседней республике. Ну и на будущее у нас есть планы на первую пятилетку. Завершили стратегию трехлетнюю в 2015 году. И на первую пятилетку планируем развивать все-таки свою сеть в пределах Привожского федерального округа. Как-то очень странно в это время слышать о том, что люди развивают и расширяют свой бизнес. Правда. В основном говорят о том, что приходится корректировать планы, урезать, сокращать, все кругом резать. А у вас наоборот такое развитие. За счет чего удалось это сделать? Я бы не сравнивал банковскую отрасль, но в принципе с прочими отраслями экономики. Мы всегда жили и живем по несколько другим правилам. И в другом сегменте, и с другим регулированием. Это не означает, что когда всем там плохо, банкиру хорошо. Некоторым банкам очень плохо, как мы видим. На то есть свои причины. Я бы хотел отметить, что интенсивность потребления банковских услуг в корпоративном секторе, в финансировании потребителя, и как клиент, как физическое лицо потребителя, она остается по-прежнему стабильной. Мы полагаем, что эта стабильность и даже повышенный спрос первые три года, пять лет, он не изменится. Тренд останется. Подходы поменяются, тренд останется. Но вот развитие осветки отнюдь не означает, что мы там не работаем над темой оптимизации или повышения эффективности наших внутренних процессов, технологий и прочее. Здесь идет речь, мы все-таки боремся за показатели по прибыли, мы боремся за рынки. Вот это очень интересно. Раз у нас разворотный бизнес, мы с Олегом всегда пытаем наших гостей на предмет цифр. Да, цифры обязательно я скажу несколько позже. А борьба невозможна без увеличения количества клиентов, которые к тебе заходят или которые обращаются к тебе удаленно. А в данном случае банк выходит в другой регион, но пока в один, но в перспективе еще несколько вслед за клиентами, которые развивают свое межрегиональное присутствие или просто потому, что нужна уже экспансия в другие регионы, достаточно накопили сил и есть необходимость там избыточную, может быть, ликвидность как-то реализовать? Здесь есть несколько причин. Тому первое, это диверсификация, она всегда полезна. Это не концентрация всех рисков конкретно в одной территории. Они везде проявляются, но в той или иной мере по-разному. И умеренная диверсификация, то есть качественно выстроенная система управления, она все-таки позволяет каким-то образом минимизировать потери. Очень умное слово, это когда не все яйца в одной корзине, когда мы раскладываем деньги по разным регионам, где разные подходы экономические даже. Ключевое в этом, что мы бы не хотели останавливать все то, что было нами запланировано. И несколько поумерили свои темпы. И если раньше у нас было искушение заниматься банковским бизнесом где-то ближе к центру, то сейчас мы полагаем, что все-таки на расстоянии вытянутой руки для системы контроля за персоналом это должно быть. Повторюсь, это не перспектива 2016 года, но это наша пятилетка. Мы бы хотели посмотреть несколько дальше, нежели чем... На столицу покорять пока не планируют. Поверьте, концентрация банковских услуг на единицу населения в городе Москва гораздо выше, чем на территории Приворска федерального округа. Для того, чтобы управлять вот такими активами, несомненно, нужны какие-то специально обученные, грамотные люди, специалисты. И тема у нас сегодня не столько финансовый капитал, сколько капитал человеческий. Как сказать, я к финансовому капиталу еще вернусь. Ну, вернемся, да, но мне бы хотелось, чтобы Ирина Николаевна тоже подключилась и сказала, а что делает банк для того, чтобы на другой уровень повысить вот в это время, задать, может быть, стартовые позиции на будущее развитие с людьми, с менеджерами, которые работают в банке. Вообще я хочу сказать о том, что направление персонала для нас стало одним из стратегических направлений. Если раньше персонал для нас это были просто люди, которые исполняют должностные обязанности, да, как мы с вами говорим, то на сегодняшний день это стратегический капитал банков, который мы вкладываем в свои инвестиции. Мы готовы развивать наш персонал, работать с ними и выращивать наш персонал в рамках нашей организации. И вот не зря на сегодняшний день мы уже в апреле месяце открываем новый учебный институт, корпоративный центр банка «Хлынов», в котором будут повышать свою квалификацию, свой профессионализм наши сотрудники. Но хочу сказать, что центр будет не только для сотрудников, но также и для наших клиентов. Вообще интересная очень затея, идея открытия корпоративного центра, поскольку она будет решать очень много функций одновременно. Здесь два вопроса. Чему будет учить и кто будет учить? Если мы сейчас начали говорить о персонале, я, наверное, немножко на этом остановлюсь. В первую очередь, конечно же, это персонал для нас очень важно, потому что два года назад мы озадачились тем, что вот банк живет так долго, да, мы сегодня начали с этого разговор, и уже сформировались какие-то свои принципы, традиции, которые в банке поддерживаются. И вот та современность, в которой мы оказались сегодня, она должна быть приведена в соответствии с теми традициями, которые у нас есть. То есть нам захотелось шагнуть и вперед, быть, в общем-то, в строю лидеров и оставить, сохранить все то, что мы уже наработали за эти годы. Для себя поставили такую задачу пересмотреть нашу миссию, наши ценности, насколько они отвечают той действительности, в которой мы живем. И надо сказать, что работа эта получилась настолько масштабной, что были вовлечены в нее все сотрудники банка, начиная от рядового специалиста, заканчивая полностью топ-составом банка. Вот Илья Павлович, пока вы говорили, Ирина Николаевна, передал нам с Олегом Конституцию. Банк Хлынов, наша Конституция, кодекс корпоративной этики. Я, честно говоря, впервые в руки здесь получаю, да, Олег, в нашей студии. Надо сказать, что это не талмуд какой-то такой многостраничный, с кучей указаний, носить ли тапочки на работу или нет. Здесь как-то все очень четко и позитивно, буквально в нескольких словах. Но вот это то, видимо, та выдержка, которая за 26 лет созрела и которую вот здесь вот изложили в этой Конституции. Да, совершенно верно. Для чего нам нужна вообще вот эта Конституция? Банк растет, Илья Павлович сказал, мы постоянно расширяем свои границы и, соответственно, это постоянные новые открывающиеся рабочие места. К нам приходят новые люди, которые еще не пропитаны нашей корпоративной культурой и нам необходимо погрузить их максимально быстро вот в ту атмосферу, в которой живем мы, передать им те ценности, которыми мы дышим, для того, чтобы они могли работать так же эффективно, как и мы. И вот эта книжица, она вручается каждому нашему сотруднику на курсе адаптации, так называемом, который они проходят. И здесь как раз прописаны все ценности, которые банк приветствует в работе как с сотрудниками, так и в работе с клиентами. Здесь достаточно тезисно, то есть все на каждой из этих тезисов. Нужен еще там комментарий, как Конституция, нужен комментарий. Рима Николаевна, все-таки про учебный центр. Вот Олег спросил, а кто будет учить, кто конкретно там. Я так понимаю, что учатся там не только новички, которые приходят. Кои, кстати, приходят. Вот удивительно. Снова к тому, что в момент, когда ноги сокращаются, вы и персонал тоже набираете, в том числе и в Кирове. Да, совершенно верно. Но если вообще взять статистику, за последние пять лет, как раз перед тем, как ехать посмотрела, мы в среднем ежегодно прирастаем на 50 человек. То есть это такой показатель, который необходимо отработать, отработать качественно. Именно для этого нужен будет учебный центр. Это, в первую очередь, работа с новичками. Это передача им тех ценностей и каких-то, может быть, принципов, которыми мы владеем. И это повышение их уровня профессионализма до тех требований, которые мы предъявляем сегодня к сотрудникам. В учебном центре будут работать какие-то выделенные сотрудники или это те же менеджеры, которые работают в банке? Хороший вопрос, на самом деле, потому что у нас работают отдельные специалисты, это бизнес-тренеры, но они выбраны нами специально из числа наших же сотрудников, которые работали на фронт-зоне с клиентами, имеют опыт общения с клиентами. И поэтому, на наш взгляд, они наиболее эффективно смогут передать те знания, тот опыт, которыми они сами сейчас владели. И плюс мы используем такую практику, что действующий бизнес-тренер периодически выходит сам на фронт-зону и обслуживает клиентов для того, чтобы смотреть, какие изменения, меняются ли отношения клиента, меняются ли потребности клиента, чтобы обучать новых специалистов уже в соответствии с теми запросами клиентов, которые есть на рынке. Илья Павлович, это очень интересная технология. Мне представилось, что это было бы полезно не только тем сотрудникам или будущим, которые приходят к вам наниматься на работу, но и ребятам, которые учатся, например, в опорном вузе на соответствующем факультете. Я не знаю, есть ли у нас факультет банковское дело. Финансы есть, и кредит, экономика есть точно. Да, наудит, финансы. Нет ничего лучше, чем вот практика вот такая. У вас есть какие-то в эту сторону мысли? Знаете, вообще, как только у нас... Мы долго шли, ну, 25 лет мы шли к учебному центру, как не просто центру обучения, где-то внутрикорпоративное обучение, а потенциальному, с планами, с системой, учебному заведению. Если вспомните, 2005-2004 год, ведь была банковская школа. Мы готовили специалистов банковского дела. Она была государственная, была при Центральном банке. Она закрыта. А тема финансовой грамотности, население в том числе, она не перестает быть актуальной и обсуждаемой. И больной. Но когда мы уже ее приземлим, я прямо жду вот этого. Даже на последнем совещании Центральной банки, одну из приоритетных задач развития банковского сектора Российской Федерации, это повышение финансовой грамотности. Тоже на пятилетку там запланировано. Когда мы уже сделаем системно. Все в одном. Начиная от потребителя и заканчивая, ну, тоже потребителем. Начиная от внешнего клиента и заканчивая уже сотрудником банка. У нас есть планы на создание опорной кафедры. Что это будет? Экономическая кафедра, финансы и кредит. Или довольно популярна сейчас тема, не только в финансовых и кредитных организациях, а и просто в бизнес-сообществе, это риск-ориентированная модель бизнеса. Когда нужны специалисты, знающие, владеющие риск-ориентированным подходом. Почему бы ее не продвигать на нашей площаде? Илья Павлович, а если специалист такого рода, ну, по рискам, еще к каким-то вещам, будет в другом банке, вы привлечете его на кафедру? Ну, для того, чтобы он поделился этим опытом тоже, с более широким кругом. Вы знаете, я очень бы хотел, чтобы на нашей площадке росли специалисты банковского дела. И я буду искренне рад, если они будут, в первую очередь, трудоустроенные. Трудоустроенные со специальностью. И в этом развитии будет только нашего участия. Эта задача реализации, организации вот этого центра, она будет в какой-то мере даже выполнена. Именно поэтому я бы и хотел, чтобы наши специалисты, ведь развитие все-таки обоюдное. И наши специалисты вовлекаются, и нам есть чем поделиться, и базовую кафедру, и знакомство студентов с практикой. Я преподавал юриспруденцию, финансовое право в Юрокадемии. И это очень приятно, когда ты получаешь такой неангажированный, жаждущий знаний запроса от студента. И то, что ты ему говоришь, это им воспринимается с благодарностью и принимается. Развитие абсолютно обоюдное. На самом деле, я помню, Илья Павлович, как мы с вами разговаривали по поводу уроков грамотности, финансовой грамотности, экспертных оценок. Банк же Ахлынов, он не только рассчитан на взрослых людей, в смысле такого просвещения. Потому что у вас целые проекты были, я не знаю, есть ли сейчас, когда вы в школы ходили. И там, начиная от самых-самых малышей, вы пытались прививать это понимание финансовой культуры. Потому что иначе не получается никак. И уже дети передавали что-то своим родителям. Вот это действительно воспитание грамотных клиентов, а может быть, сотрудников в будущем. И вот это, собственно, поднятие финансовой культуры, о которой мы так много говорим. И ты, Олег, прекрасно знаешь, что это большая проблема. На самом деле, у меня есть больная тема. Я пока просто активно не занимался. Но для поднятия финансовой грамотности моим ребенком, 12-летним, мне очень хочется сделать ему банковскую карту. Я так понимаю, что пока это сделать нельзя, потому что он несовершеннолетний. Но, наверное, есть какие-то варианты и возможности тоже. Ну, это все звенья одной цепи, как мне кажется. Надо больше с ним про эту тему говорить. Вообще сейчас растет цифровое поколение. Мы для себя спрогнозировали, будем говорить так, так что три года, 30% наших активных клиентов уйдет в цифру, 50% активно действующих, обращающихся клиентов в удаленный доступ в перспективе 12 лет. Все это говорит лишь об одном. Наши дети, они уже сейчас с сознательного возраста обращаются к системе удаленного доступа. И они уже услуги требуют такого же рода. Они не понимают, для чего я должен куда-то идти, когда я могу все сделать здесь, сейчас, вот у меня в руке, в кармане или в ладошке. Они будут готовы к этому. Другое дело, готовы ли будут к этому финансово-кредитной организации? Нас это очень интересует. Но я знаю, что в Банках Лунов есть проект, и он серьезно развивается по банковским картам и услугам, связанным как раз с удаленным доступом. Да, да. Это одно из наших направлений на 2016 год. Я о чем говорю? Дети одно, а пенсионеры, вот это немножко другое. Мы отмечаем возрастающее количество жалоб населения. Безусловно, проговаривая все, для себя лично я делаю вывод, что большинство людей, которые недовольны услугой, это следствие неправильного толкования, восприятия и понимания. Помните вот эту всю тему с полной стоимостью кредита, с эффективной ставкой по вкладу. Сейчас вроде бы все прозрачно сделано, по крайней мере, требования таковы, что эффективная ставка показывается банкам без звездочек. Да, но не все это читают. Все показывается, но все это читают. По-прежнему не все читают. И все по-прежнему обращают на это внимание. Я уж не говорю сейчас про избитую тему микрофинансовых организаций, когда там с коллегами мы общаемся в банковском сообществе, там какая-то у меня, по-моему, коллеги, ставки достигают до 700% годовых. Ну разве это разумно? Ну разве можно воспринимать это как адекватный расчет своей долговой нагрузки? Тема финансовой грамотности не перестала быть актуальной, как ни крути, сколько ни старайся, ни прикладывай усилия. И эта задача, она должна быть взята под козырек представителями каждого финансово-кредитного учреждения. Мы сами должны развивать свои коммуникационные каналы коммуникации с клиентом, чтобы он понимал и быть убежден, что я понял все. Но и клиента мы должны развивать и готовить. И здесь бы я хотел, в том числе и представителей, скажем так, нашего уже таких, скажем так, более старшего возраста пенсионеров, тема взаимодействия с банкоматом, терминалами, удаленного доступа, тема прочтения договора, понимания сути условий договора. А вы не включаетесь в проект волонтеров информационного общества, ведь там, в принципе, может быть курс любой. Пенсионеров обучают, как умение обращаться с соцсетями, электронной почтой, документы проверять, подключиться и сделать курс именно по финансовой грамотности, как вести себя в интернете, чтобы это было безопасно с точки зрения платежей за покупки онлайн и так далее. Вот как раз на прошлой неделе мы рассматривали предложение об участии в организованной по повышению компьютерной грамотности населения волонтерами информационного общества, где мы выступим, партнером. И там будет 50-ти минутка о банках рынка, где мы будем рассказывать о том, как пользоваться, что делать и что такое финансовая грамотность. Участвуем. У нас сейчас перерыв на короткую рекламу. Напоминаю, вы слушаете «Разворот на бизнес». Тема у нас «Банковский капитал. Финансы или люди?» И в гостях Илья Прозоров, председатель правления Банка Хлынов и Ирина Власова, начальник управления по организационному развитию Банка Хлынов. 211-101 и 8909-720-101-0. Это номера телефонов для ваших сообщений. Напоминаю, что в прямой эфир не выведу, но интересные какие-то реплики. Зачитаю. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке коммерческого Банка Хлынов. Продолжается программа «Разворот на бизнес». Олег Прохоренко и Светлана Занько на этот час с вами. И у нас тема «Банковский капитал. Финансы или люди?» Илья Прозоров и Ирина Власова, представители Банка Хлынов сейчас у нас в гостях. Мы очень много поговорили о том, какие принципы воспитывает в своих рядах Банк Хлынов, я имею в виду, как относится к персоналу, как строится команда и как относится к клиентам. И как хочет обучить клиентов. Да, и вот сейчас очень важно, мне кажется, все-таки вернуться к тому, что я жду 20 минут, а Олег мне не дает выспросить у Ильи Павловича, это все-таки цифры, потому что это показатели очень важные для учреждения финансового спектра, поэтому, пожалуйста, расскажите нам о том, каковы доходы, налоги, вот это важно для разворота на бизнес, как всегда, конечно. Я, Светлана, обозначу ключевые показатели, которые важны для оценки банков. Мы с этого с вами начинали, потому что нужно, чтобы выбрать банк. Первое, капитал. Я бы хотел отметить, что вообще 2015 год, несмотря на вот такое информационное нагнетание, он был для нас успешным. Мы смогли прирасти по всем показателям, мы реализовали ряд крупных бизнес-проектов, которые дали, сколько положительный эффект для наших клиентов, качественный эффект для наших клиентов, сколько и для удовлетворения нашего акционерных потребностей, то есть для показателей чистой прибыли. Мы сейчас по нашим рейтингам, постоянно обращаемся к рейтингам, в том числе рейтингам, которые даются на информационных порталах банки.ру. Мы занимаем первое место в регионе практически по всем показателям. По показателю чистой прибыли, на 243 миллиона рублей прирост на собственный капитал. Капитал формируется за счет исключительно чистой прибыли банка, который по результатам 2015 года. По показателю кредитного портфеля мы ставили задачу себе удержать действующий кредитный портфель, но мы смогли не только удержать, но и нарастить кредитный портфель. Что такое кредитный портфель? Объем, количество выданных суд корпоративному бизнесу, малому, среднему бизнесу, населению. Надо понимать, что банк зарабатывает как раз на том, что берет деньги у населения предприятий и дает кредиты, да, и чем больше денег, взятых на депозит, выданных и вложенных в реальный сектор, тем банку лучше. Поэтому кредитный портфель это очень важно. Это ключевое. Мы не остановили кредитовать бизнес в условиях макроэкономической нестабильности. И мы удовлетворили спрос наших ключевых, наших клиентов, в первую очередь, и обратившихся к нам. И у нас на 1 января 16,5 тысяч счетов юридических лиц и предпринимателей. В прошлом году мы реализовали наши карточные проекты, отстимулировали наш карточный бизнес, выпустили новую карту, расчетный инструмент, который имеет элементы, необходимые атрибуты карточки, которая должна быть у каждого. Это система PayPass, это система начисления процента на остаток денежных средств, свободный остаток. Это система возврата денег от покупки, кэшбэк и площадка MasterCard World. Мы сейчас с гордостью отмечаем, что количество наших держателей пластиковых карт уже достигло практически 81 тысячи держателей пластиковых карт. В целом, в общем тренде, сейчас буду говорить, не потерялась и активность вкладчиков, и доверие к банковской системе, не только к банку хлынов, но и в принципе в регионе. Количество вкладчиков составляет на сегодняшний день 46 тысяч вкладчиков, которые доверяют банку. Это, наверное, еще благодаря тому, что есть все-таки взаимодействие между всеми региональными банками, и ни один из банков не утратил свои позиции, не попал под подозрения в центробанке. В целом, в регионе благоприятная обстановка. У нас достаточно стабильно работающие, устойчиво работающие региональные банки, составляющие реальную конкуренцию федеральным игрокам. Каждый банк, буквально это банковское совещание было в первую задачу себе ставить, это работа над собственным капиталом банка. Наш капитал на сегодняшний день составляет 2 миллиарда 400 миллионов рублей. И это ключевое при выборе потребителем своего партнера, финансового партнера, это работа над собственным капиталом, который позволяет гарантировать вследствие волатильности надежность сбережения. При необходимом минимуме на сегодняшний день. 300 миллионов. Ну, то есть это с хорошим-хорошим запасом. Достаточно. Именно поэтому мы и на следующий год для себя планируем постоянный контроль вот этих показателей, работать над тем, чтобы наша деятельность, именно акционер, наш интерес все-таки измерялся прибылью банка и будем в дальнейшем укреплять и капитализировать банк для, скажем так, возможности гарантировать нашим клиентам финансовую устойчивость на случай конъюнктурного изменения или волатильности рынка. Илья Павлович, Вы сказали о том, что нарастили кредитный портфель, хотя ставили задачу перед собой хотя бы его не уронить. Это какие направления? Это бизнес в том числе или это потребительское кредитование? Что это? Где Вы видите свою точку роста на сегодняшний день? Ну, точка роста, первое, что клиенты. Потребности клиентов. Какие они могут быть? Абсолютно различные. У нас достаточно диверсифицированные портфели. Это все практически в отрасли. И ключевая наша задача – это поддерживать тех, кто с нами, кто является нашим партнером. Мы не закрыли никому лимиты. Мы считаем, что 2015, 2016, может быть, 2017 год – это год, когда рука об руку должен идти бизнес. Мы считаем, что 2016 год – это год внутренней кооперации внутри региона. и здесь и вследствие наших клиентов, так и привлечением новых. Мы отмечаем достаточно стабильный спрос на потребительское кредитование. Это достаточно такая стабильная категория клиентов, которая, я так полагаю, и убежден, и уверен, что этот спрос будет неизменен на протяжении следующих пяти лет. Есть ли у вас проекты девелоперские, проекты в сфере строительства, в сфере строительства новых производств? – Да, да, да. Мы с осторожностью заходили в 2015 году в инвестиционное финансирование, по ряду моментов, в первую очередь, неопределенности со стороны наших клиентов. Все немножко приостановились, как ни крути. Но я хотел бы отметить, что, может быть, некая адаптация, она все-таки произошла. И опыт работы в том числе и с промпарком, мы буквально вчера там обсуждали, возможности развития нового производства в Яске-Полянском, производства металлопроката. Бизнес-сообщество заинтересовано поставляет, закупает оборудование, монтирует. Даже есть реализованные проекты в промпарке, где присутствует наше участие. Много проектов, есть много интересных проектов, о которых можно посвящать отдельные темы, реализованные в 2015 году. Конечно, их количество сократилось, но планы на возможность предоставления инвестиционных кредитов в 2016 году у нас поставлены. – Вот удивительная цифра, которая есть у меня сейчас передо мной, я ее вижу. За январь 2016 года количество выданных банком бизнес-кредитов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38%, а их объем вырос на 46%. Представляешь, Олег? Вот я не устаю удивляться в то время, как нам кажется… – То есть у нас идет не только количество, но еще и объем. – Да, да, то есть бизнес обращается за кредитами, это значит, что бизнес тот, который остается или строится, возможно, новый. Кстати, кто это? – Нет, даже если это на покрытии каких-то трат и платежей, бизнес работает. – В любом случае бизнес рассчитывает на то, что завтра будет – Не закрывается, не банкротится, собирается думать о будущем, и вот сейчас тоже работает. – Это хороший показатель, на мой взгляд, он как-то воодушевляет. Интересно, знаете, еще что? Что мы с вами сейчас поговорили об услугах финансовых, о показателях, и снова хочется вернуться к услугам, которые вы наполняете свои офисы. Вот мне попалась информация, что вы стали сотрудничать с МФЦ. – Совершенно верно. – Что это такое? Зачем? Почему? – Я бы… Это, в первую очередь, сделано для наших клиентов. Очень здорово, что такая форма сотрудничества, она принимается со стороны многофункциональных центров, и очень здорово, что мы здесь нашли точки пересечения. На наших площадях организованы точки приема, точки реализации услуг МФЦ. И в рамках концепции «Один банк – одно окно для бизнеса» все услуги, связанные с регистрацией, отчетностью, открытием расчетного счета, прочие услуги, они реализуются в крупных офисах банка «Хлынов». На сегодняшний день в планах уже реализована точка на Урицкого 40, загружена на 100%. На этой неделе откроется точка на Некрасов 38, в перспективе еще около трех точек. – То есть это просто дополнение, комплекс услуг для клиента, для того, чтобы люди не ходили по разным местам, а здесь все получали очень комфортно? – Клиент заходит в банк, и клиент получает полный многоканальный спектр услуг в зависимости от его потребности. – Что получаете вы? Вы даете дополнительную точку для МФЦ, что получаете вы как банк? – Я получаю реализованные потребности клиента и экономию времени клиента, в первую очередь. – Я сейчас все-таки зачитаю еще пару сообщений, которые пришли в ваш адрес, уважаемые гости. Лидия Ивановна, наша постоянная слушательница, пишет. В торговом центре «Максимум» на Пролетарской стоит банкомат «Банка Хлынов», но он только выдает деньги. Можно ли сделать так, чтобы он еще и принимал деньги, чтобы можно было пополнять счет, а то приходится ездить в офис? Просьба, просто обращение, примите к сведению. Еще, когда клиент открывает счет, ему дают договор, но невозможно сидя у менеджера все просмотреть. Хотелось бы, чтобы бланки договоров можно было бы брать домой, просматривать, а уже потом приходить оформлять вклад. А что, разве это невозможно? – На самом деле это возможно. Я бы хотел отметить, что и на сайте «Банка Хлынов» реализованы типовые формы договора. – Которые можно прочитать. – Я себя на заметку беру. Видимо, они неудобно читаемые, и обязательно мы поставим их, скажем так, отметим для восприятия нашим потребителям. – Большое спасибо. Разворот на бизнес, банковский капитал, финансы или люди? – Друзья, на эту тему мы сегодня беседовали с нашими гостями Ильей Прозоровым, председателем управления Банка Хлынов и Ириной Власовой, начальником управления по организационному развитию Банка Хлынов. Еще раз с днем рождения. – Спасибо. – С днем рождения вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова